Беспощадный пиар и основы ремесла. В Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций прошел мастер-класс с участием известного пиарщика Александра Цыпкина и профессора СПБГУ Андрея Дорского. Они сошлись. Вода и пламя, судя по всему. Академист? В таком виде прошло второе заседание дискуссионного клуба «Пиар-стандарты и тренды», созданного в прошлом году. Клуб обещал горячие дебаты, но по факту получил саркастичный разговор двух друзей-петербуржцев. Андрей Дорский отстаивал мнение научного сообщества, а вот Александр Цыпкин предпочитал опираться на собственный опыт, не стесняясь жестких выражений и смеха аудитории. Я когда пошел работать, у меня первое место по пиару, такое серьезное, был игорный бизнес. Это для меня был выбор. Я осознанно пошел в игорный бизнес, понимая, что я делаю. Я понимал, что люди разоряются в этом месте. Но я понимал, что работаю сам из всего ада, который можно было представить, я работал в самом приличном месте. Главный вопрос, над которым спикере предложили задуматься студентам – беспощадный пиар, все ли средства хороши? Что такое профессиональная этика и допустимо ли ее нарушать? И столько именно в их номер! И те, которые зашли, дрожатка косиного и лезть. Вы из Петербурга. Давайте вот сейчас договоримся, вот на берегу убивать друг друга не будем. Вот в этот момент рождается этих. Правил игры нет, никаких. Правила игры только лично ваши. Вам потом за это отвечать перед собой, перед друзьями, перед кармой, неважно. Есть только ваши правила, которые вы должны для себя сформулировать. На какую низость вы готовы пойти и ради кого. Но оба – и Александр Цыпкин, и Андрей Дорский – были единодушны в том, что пиар-сфера очень гибко реагирует на рыночную и политическую ситуацию. Поэтому студентам, выбравшим эту профессию, необходимо научиться понимать эти тонкости для достижения большего успеха в профессии. Профессии остаются те, кому это нужно. И пришло на первый курс 100 человек или пришло на первый курс 25 человек, профессии останутся все равно те 15, которым это было нужно. Рынок пиарщик переполнен теми, кто не понимает, что это такое. Как я уже сказал, пиарщик должен настолько же лучше разбираться в людях, а насколько хирург лучше оперирует, чем обычный человек. Организаторы дискуссионного клуба планируют наладить сотрудничество между научно-педагогическим и профессиональным сообществом. Наблюдая за дебатами теоретиков и практиков, студенты смогут больше узнать о подводных камнях будущей профессии. Мария Полухтина, Екатерина Авакова, Евгений Горяев, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.